Слушайте доктора. Практически полное название. Светлана Занько, все мы здесь втроем. Ну, раз уж у нас здесь Николай Семеновский, то мы поговорим о самом трепетном событии в жизни всех семейных людей. Это о детях. Конечно. И о том способе появления, зачатия, который называется ЭКО. Да? Вот передаю слово Дмитрию Александровичу. Более профессиональные вопросы от своего, более профессионального в этом смысле соведущего. Самый профессиональный среди нас это Николай Владимирович. Но я думаю, что нашим слушателям интересно знать, что такое ЭКО, хотя бы базовыми знаниями обладать. И когда это появилось в Кировской области. Я знаю, что для многих это раньше было чем-то недостижимым. И в связи с чем мечты многих семей завести ребенка были длительное время, скажем так, не воплощались. Николай Владимирович, как давно это существует? Возможности? Что это такое? Значит, мы занялись подобной проблемой в пределах уже девяти лет назад. И у нас был договор с чебоксарами. И мы готовили и провели только первый этап. Значит, видишь, что такое ЭКО? Что такое вспомогательные предъявления технологии? Это когда процесс зачатия, культивирования проходит вне организма женщины. Ну, ребенок из пробирки называется. Да, раньше говорили, ребенок из пробирки. Поэтому первый этап готовили мы. Потом у нас был договор с чебоксарами. Женщина подготовлена, симулирована, уезжала туда и получала цикл там. Спуском нового корпуса. Что значит получала цикл там? То есть, к тому процедуру все проходило там. То есть, у нас шла подготовка, мы проводили стимуляцию, а на саму пункцию и подсадку эмбриона, оплодотворение подсадки эмбриона, она взяла в чебоксар. Она уходила. В имплантацию. В саму имплантацию делалась там. После того, как мы пустили новый корпус, наскрылось свое отделение, и мы начали работать. А только в этом была проблема? Что у нас не было технической базы? Все специалисты были подготовлены. Не было технической базы. Нет, и мы еще свортили, скажем так, специалисты другого региона. Ага, вы переманили специалисты. Мы переманили специалисты другого региона уже с большим опытом работы, и поэтому, в принципе, мы начали работу здесь. И полный цикл в каком году состоялся? Полный цикл мы начали уже с 2011 года полный цикл делать. То есть, пять лет. Пять лет. Это совершенно свежая, можно сказать, услуга и процедура, которая у нас оказывается. Ну, вот, начинали мы со ста циклов, потом 200. В год? Да, 250, 300. Ну, вот, за прошлый год мы сделали 487 лечебных циклов, из них 450 за счет средств МОЭС. 487? Из них 457 за счет средств МОЭС. То есть, абсолютно бесплатно для пациентов. 30 было сделано за счет средств пациентов. Николай Иванович, вот, хочется задать уточняющий вопрос, для того, чтобы пояснить слушателям за счет средств МОЭС, за счет средств полиса. То есть, имея полис МОЭС, ты имеешь возможность... Нет, врачам это было ВМП. Нет, вот в прошлом году, я имею в виду, да? В прошлом году это было только наличие полиса. 450 жителей, благодаря наличию полиса, бесплатно совершенно могли получить эту возможность, да, не поворачиваться язык, так называть, услугу, да? Да. Да, вот эту процедуру, полный цикл, за счет средств МОЭС только. Вот, извините, пожалуйста, полный цикл, вы так, как профессионалы, понимаете, что это такое? Дайте я задам свой еще вопрос. 450 по ОМЭС... 457. 457 женщин... Да. ...по ОМЭС... Да. ...получили возможность процедуры подсадки эмбриона. Да, пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения. Но и есть экстракорпоральное оплодотворение. 457. Помню то, что вы говорили, что я буду больше говорить. Да, да. И на этих правах я задам вопрос, Николай Владимирович. А вот это, насколько я помню, такая возможность, и ЭКО в большей степени погрузилась в ОМЭС в 2014 или в 2015 году? Полностью с 2015 года. С 2015 года. Но первые шаги были сделаны в 2014 году. Да, первые шаги. ЭКО – это одна из самых первых, наверное, видов высокотехнологичной помощи, одна из самых первых, которая в значительном объеме перешла в базовую программу ОМЭС в 2014 году. Вот это очень важно просто женщинам еще раз акцентировать. Я не зря говорила. То есть, женщины, знайте, что по вашему полису ОМЭС вы имеете право при показаниях определенных, мы сегодня поговорим, получить бесплатно процедуру экстракорпорального оплодотворения в нашем центре, в Кировском периментальном. Это по показаниям. По показаниям. Я это сказала. Мы сейчас об этом по показаниям. Да, и следующий вопрос. Так вот, есть 30 случаев, которые не вошли. Здесь все-таки есть какой-то самый сложный случай, который все-таки еще бронируется, так скажем, за счет средств федерального бюджета в федеральных учреждениях. И могут это раздел 2. Значит, федеральные учреждения – это очень мало случаев, очень мало показаний. Мы их направляем отдельно, идут вообще в отдельном учете. Вот. И таких, скажем так, случаев достаточно очень мало. Сразу говоря, в настоящий момент в нашей стране все это опущено на более ниже стоящий уровень и работаем. Только 5-7 процентов, да? Да, не более того. А давайте сразу с этих случаев начнем. Кто эти люди, которые попадают в эти случаи? Это особенные случаи, в виде больших исключений, давайте их трогать не будем. Потому что это конкретно касается каждого человека, при некоторых заболеваниях еще, которые... Можно я возьму, скажем так, ответственность и отвечу за Николая Владимировича, как специалист в другой области. Вы знаете, чем отличается федеральное учреждение от субъектолога? Вот Николай Владимирович гордится тем, я считаю, что есть чем гордиться, что 457 женщин проречено за счет средств УМС. И Николай Владимирович большинство случаев видит, что это не высокотехнологичная помощь, это рутинная, квалифицированная, специализированная помощь. Но если бы рядом сидел еще директор НИИ, он бы делал все, чтобы говорил, мы 450 случаев за счет средств бюджета федерального, это раздел 2. Вот в том-то и задача, что субъекты сейчас пытаются увеличить объем и доступность помощи технологичной, включая все это в рамки средств УМС, и интерпретируют так, аналогичный синоним, где-то смежные отчасти, они перекликаются в федеральное учреждение, интерпретируют это как ВМП за счет средств бюджета, раздела 2, и тоже ее оказывают. Где здесь правда? Правда где-то посередине, иногда. Что для женщины и мужчины важно в данном случае? Важно в том, что сейчас эта процедура стала доступна у нас. Во-первых, самое-то главное. Если процедура проводится в другом регионе, это в разы дороже. Это проживание в другом регионе, что стоит достаточно больших денег. Во-вторых, не хочется обижать, но на самом деле случаи были исключительно редкие. Те, кто съездили у нас по ВМП, как бы мы сейчас сказали, да, ни одной беременности не наступило. Что такое ВМП? Высокотехнологичная медицинская помощь в те базисные центры научные, которые съездили, они ни одной беременности не наступило. Вот хочется задать, Николай, вопрос. 487 женщин прошли процедуру имплантации, ну скажем так проще. А сколько с положительным результатом? То есть беременность наступила? У нас эффективность общая составила на цикл 32,8%, на пункцию 32,9%, а на результативность оказалась 38,3%. Это на перенос эмбриона. Почему? Потому что иногда эмбрион получить не удается. Все сделано, оплодотворение не произошло никаким методом. И очень многое зависит, в том числе, и от возрастных групп. Будем говорить по-честному. Например, эффективность группы до 35 лет 44,7%, 35-39%, 32,5% в группе 40 лет старше 20%. Вот и всё. Поэтому всему нужно своё время, всему должны быть свои показания. Кто к вам, давайте так, расскажем истории. Кто к вам обращается? Значит, давайте, смотрите, чего. Цель, какая была создание всей этой технологии, одна. Потому что есть супружеские пары, которые не могут получить беременность именно по техническим причинам, механическим, скажем так, причинам. Это отсутствие маточных труб. Как врождённая бывает такая патология. Это может быть после воспаления маточных труб. У женщины, соответственно. У женщины, да. И мужчины маточных труб нет. У семейных паров, которые... Пока не находим. Вот. Ну и... Маточные трубы. Это, например, подряд две внематочные. Вот разрабатывалось здесь эти технологии, чтобы когда абсолютно здоровая женщина с нормальной медициной совсем, она не может забеременеть, и вот на них отрабатывалась эта технология. Когда отработали, отработали достаточно хорошо и эффективно. Решили, но есть и другие проблемы, которые надо лечить. Это простейший вид трубного бесплодия. Но ведь есть же бесплодие, извините меня, мужское, в котором есть время смешанное. Которое, да. Есть эридокринное бесплодие. И вот тогда эта система стала развиваться. Её стали разрабатывать. Вначале это делалось только сразу в прямом цикле. Дальше пошла технология заморозки эмбриона, чтобы можно было пробить протокол. Николай Владимирович, мы не очень понимаем, что такое в прямом цикле сначала делали? Значит, классическая берётся ситуация. Женщина в обычном цикле без стимуляции гормона идёт, смотрится, как созревается яйцеклетка, и перед тем, как происходит овуляция, её разрыв, пунктируется, забирается она, берётся нативная сперма мужчины, залили, вырастили эмбриончик и подсадили туда. Потом стали трудности. Во-первых, скажем так, спермы надо перед этим готовить раз. Не всегда, например, тот должность спермы находится под рукой. Он может быть капитаном дальнего плавания, который находится далеко в морях, и в этот момент он не может прилететь. Но и люди всё время должны были быть где-то, вот, в больнице постоянно с врачами. Не всегда можно получить вот эту яйцеклетку. При пункции вероятность его получения там 50-70%. Поэтому стали использовать специальные лекарства, чтобы получить не одну яйцеклетку, простимулировать. Две, три, четыре, пять, десять получить. И тогда уже эффективность намного выше. А сколько у женщины всего яйцеклеток? Несколько сот тысяч. Она с ними рождается. Значит, а сколько подсаживается в одну процедуру, сколько подсаживается женщине яйцеклеток? Раньше были подсадки, пробовали 3, 4, иногда 5. Потом делали редукцию иногда. Значит, как мы только устили наш центр, моим приказом было запрещено подсадка более двух яйцеклеток. Сразу запрещена подсадка более двух. Сейчас об этом же говорит и приказ Минздрава теперь есть. Иногда в виде исключения подсаживают третью. Но риск невынашивания резко выше. И потом следующий вариант – это процедура, ну, скажем так, конукляции, редукции одного из эмбрионов. То есть уже есть эмбрион, и его приходится убирать? Да. Бывает так. Потому что выносить тройню – это намного тяжелее, чем двойню. А многоплодная беременность сейчас встречается? Ну, здесь вопрос стоит иногда, почему что? Получили эмбрионы не очень хорошего качества. Вот они не очень хорошего качества. И шанс, что кто-то из них выживет с каждого процента в 20. Поэтому мы пробовали подсадить три. Ну, именно в связи с этим. И вдруг кто-то. А если они все три приживаются, и трёх начинают развиваться? Вот. А если после этого происходит ещё одна маленькая беда, один из эмбрионов делится, и получаем мы одно яйцевое близнецо. То есть в данном случае это скорее беда, чем счастье. И это может оказаться бедой, чем счастье. Вот. Поэтому эти технологии развивались, развивались довольно-таки неплохо. И после этого стал процесс. Ну, вот мы получили шесть яйцеклеток. Из них пять оплодотворились. Они все хорошие. Мы самые лучшие подсажем остальные, чтобы выбрасывать. И вот тогда сейчас есть технологии заморозки данного эмбриона, чтобы потом уже не стимулировать женщину большими гормонами, в естественном цикле здесь надо сделать подсадку. Этой же женщине? Этой же женщине. То есть она имеет резерв? Она имеет резерв. Во-вторых, например, у меня здесь бремя состоялось, всё хорошо, она родила. Но зато она может года 33-34 сделать просто подсадку эмбриона и родить ещё. Без подготовки, да, предварительно? Да, практически без подготовки. Вот, конечно, всё-таки хочется ещё раз вернуться к тому вопросу. Эффективность 38%. Да. Из, я посчитал, из 487 женщин фактически больше 180, это наступила беременность. Беременность наступила, но не все её выносили. Вот, и что здесь? Ну, вот, знаете, я сталкивался в жизни с вопросами женщин, которые, в общем-то, прибегали к этому мероприятию, о том, что, ну, вот, первый раз не получилось, второй раз не получилось. То есть, ведь, наверное, не стоит отчаиваться. Вот, на вашей памяти, как правило, гарантированный результат в течение, ну, в среднем эстетической женщины в течение скольких подсадок может наступить. Значит, здесь вопросы очень разные. Всё зависит от того, какова причина бесплодия. И сразу скажу, от возрастного цен за женщину. Когда, скажем так, мы иногда отказываем женщинам принятие в наш цикл, потому что, скажем так, у неё отсутствует авариальный резерв. И шанс получения беременности её яйцеклетками, сами яйцеклетки получить, и шанс получения беременности практически уничтожен. Равенную на одну на тысячу. Если сделать и тысячу подсадок, может быть, она и получит одну беременность. Но у неё нет ни жизненных сроков, ни на что, на эту тысячу подсадок. Поэтому здесь мы предлагаем уже другой протокол. Это уже либо подсадка эмбриона донорского, либо это использование донорских эгоцитов. Чего? Донорских эгоцитов. Вот здесь донорские эгоциты. Что это? эмбрион эта штука такая спиртозоид такая мелкая 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 клеточка которую научились замораживать давно искусство инсеминация в ветеринарии существует давным-давно просто это было просто и хорошо николай хочет сказать что роль мужчины здесь не самая большая но просто если нам вот размер просто поставить если мы хотим одновременно создать скажем так население страны сейчас нам нужен взять стакан яйцеклеток и полностью население страны мы создадим чтобы стать население страны для этого нужно всего стран так большую каплю на чайной ложке чтобы сперматозоидов потому что вот они поэтому если это она очень крупная ее тяжело замораживать и еще и разморозить чтобы она не пострадала и поэтому технологии раньше не позволяли сейчас технологии позволяют уже начинают работать довольно таки хорошо да это дороже это хлопать нет и тяжелее и опять же это у нас все возможно в нашу у нас раз мы тоже начали работать понятно сейчас вот и женщины идут на то чтобы сохранять например свои яйцеклетки или даже эмбрионы конечно эмбрионы сохраняем уже давно сохраняем эффективно и у нас много достаточно женщин которые получили беременность не в первом цикле а именно в криопротоколе и это на самом деле эффективно в том числе бывает что мы получаем криопротокол чужой женщина сделала в Санкт-Петербурге одну попытку вторую не получилось дальше мы доставляем к нам ее банк данных так сказать клеток делаем эмбрионов и делаете подсадку вот так что вот здесь это работает сейчас мы начали работать активно и с яйцеклетками ну и соответственно когда если мы как мы говорили будет когда программа когда будем говорить о суррогатном материнстве мы как раз обязательно это мы здесь до эфира говорили о суррогатном материнстве поскольку там мое материнство там главная его там часть начала старт был 10 лет назад я вот как-то потеряла из виду эти вопросы тогда активно обсуждались но я точно знала что в кирове этого нет суррогатное материнство и тогда еще не было как раз и эко а сейчас за 10 лет все очень сильно изменилось и посмотрите какими темпами мы движемся вот мы должны в этой теме так сказать что у нас шаг наша область делала огромный шаг перед с другими регионами у нас введена программа ну проще называю программу хотят немножечко не так называются на отдельная программа для обследования женщин по бесплатно для пациентки уже в прошлом году сделана данная программа и сейчас сделана бесплатная программа именно для обследования женщин перед вступлением в эко всегда женщины жалуются это очень дорого что это все проблема пути анализа сдавать сейчас давайте решить женщина когда имеет бесплодие а как когда ей нужно забеспокоиться насчет того что бесплодна она или нет вот первый то шаг где этот мужской обеспокоиться только женщина то мы сейчас говорим мужское бесплодие составляет 20 процентов 20 процентов женское бесплодие остальное извините бесплодие супружеской пары видите даже в этой передаче нужно сделать то что мужчин надо беречь растет в два раза вы еще об этом не говорили поэтому классически раньше считалось что если супружеская пара живет два года не предохраняясь регулярно положить не наступает беременность пора задуматься и обследоваться сейчас жизнь спешит вперед все программы давайте ура раз решили видеть ребенка давать в течение года если женщина то семейная пара живет желая получить ребенка не предохраняясь и не наступает беременность нужно уже проконсультироваться показания надо просто проконсультироваться во первых надо разобраться а так ли живут раз так далее живут два туда ли живут три вот это какие специалисты их на этот предмет от этого понимаете самый надежный показатель потому что я может женский доктор самое простое к тому специалисту есть для всех мужской доктор это дефицит на весь наш город андрологов человека 3 и где они все находятся один находится у нас один в областной больнице один по мысли ошибаюсь в шестерке помогу ошибиться шестой да по моему так вот именно андрологи вот и урологов не так много акушерогин экологи в каждой консультации поэтому женщине опасть проще но советский союз время стала задача забота женщина вот и это было решено поэтому здесь как вариант следующем женщина может конечно и сама заняться собой подумать а что как почему интернет есть позволяют консультативные приемы есть можно сходить посоветоваться если стал вопрос что не наступает самое простейшее надо убедиться во-первых что никаких затрат не вызывают практически минимальная затрата это убедиться а фертильная ли сперма мужчина это сдать спермограмма сдать анализы это убедиться фертильная ли сперма раз еще раз потому что еще мужчины говорят иногда что ведь у меня же вот там был ребенок ну да было после этого и такой москвы играю футбол получил травму какую травму да по которому что забыл но уже стереть ну ли еще что не простыл вот подвин гусарский насморк там не суть важно то есть может быть причина то есть убедиться что мужчины с гусарский насморк это венерические заболевания ну вот я просто должна же как-то расшифровывать ну и соответственно а дальше женщине убедиться что не самое пасе что можно видеться есть или нет овуляция кроме того есть тесты сейчас продают на овуляцию есть нет овуляции где убеждаться то куда идти в свою консультацию проверить там и собственно описано ему можноirsty get how much дать эту сперма грамму берут практически наim ha sales ihre но опять поговорить о том fully оценки пройтиheim более средства тоже есть понятно да pasa тоже 100 и для остальных проблем тоже gir John разバ were кто stellt примерно в порядке порядке с клетками это главное должны направить именно в поликлинике помещение с тоже интересов gekuris поликлиника помещение пред украинская проекта на для пациента будет бесплатно бесплатно вот если вы пришел сам понятно это будет стоить но Стоимость там невелика, поэтому тут проблемы больших нет. Дальше, классические тесты, если женщина предупредит сама, это график ректальных температур, по которому влияется, есть эволюция, нет эволюции, есть ли, там всё хорошо, тут всё хорошо. Но тут уже врач ей рассказывает, как это нужно делать, правда же? Ну, вот когда мы говорим, врач рассказывает, если врачу на приём даётся 12 минут... Ну, как она будет этот график-то составлять? Я вот понятия не имею, что это такое. В интернет залезли, почитали всё, сейчас все образованы. Интересно у нас сегодня гость. Обычно врачи говорят, не смотрите в интернет, и только я вам всё расскажу, правда, в этой жизни. Я почему говорю, что... Так как сейчас все приходят умные, образованные, как они считают. Поэтому, пожалуйста, пользуйтесь интернетом. Не получилось. Вот тогда вы пришли врачи в женской консультации, и говорите, да, вот мы живём уже год-полтора-два, у нас не получается, а доктор начинает вести приём по первичному бесплодию. Оно может не первичное, а может вторичное, это не суть важно. Это по бесплодию неясного генеза. Она смотрит, да, анализ спермы уже хороший. Живёте так-то, 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 давайте сделаем назой. Возьмём мазочек, посмотрим, мы это обсудим. И вот вам УЗИ. Посмотрели по УЗИ, да всё хорошо. Ну, просто матки нет. Бывает такое. Бывает. И что даже женщины, там, выйдя замуж, не знают, что у них чего-то не хватает? Бывает и такое. Наше время? И в наше время много чего у нас бывает. Поэтому, как это возможно? Всех девочек в школе обследуют, насколько я знаю, ещё из... Нет, вы серьёзно, что ли, сейчас, Николай Владимирович? Я абсолютно серьёзно. Ну, это же единичный случай. Женский, а в нашей практике всё встречается. Всё, поэтому мы и говорим. Но, в общем, должны выяснить, все ли органы на месте, здоровы ли клетки и как живёт пара. Да. Вот три составляющих. После этого уже, соответственно, проверяют, есть или нет овуляции. Если всё это есть, дальше доктор, нам ведь не надо сейчас всем рассказывать, всю технологию это взять. Да, можно проверить, а нет ли у женщины особенности её цервикальной слизи. Что когда попадает сперматозоид, это цервикальсид просто его убивает. Спермицидное действие цервикальной слизи. И поэтому, сколько они так, не живи, ничего не получится. То есть у этой женщины, в принципе, не может быть в приобычном, приобычной... Почему? От этого мужчины не может быть. А от другого может хорошо получиться. На конкретно, на конкретно этого мужчину. Может быть, и на конкретно мужчину. Поэтому, если мы выявляем это, есть процедуры очень простые, лёгкие, которыми это всё делается. Более простые. То есть это тоже можно преодолеть. Высок технологий, конечно, всё преодолевается. После этого, когда выяснено бесплудие, решается вопрос, что надо сделать. Вот здесь как раз врач первичного звена и определяет, каким образом полечить? Если, как я метод сказал, пожалуйста, искусственная инсиминация спермы мужа, ну или полового партнёра, не суть важна, или донорская сперма, если для мужчины всё плохо. А вот это важно. Вот это важно. Скажите, у нас по ОМС важно паре быть в браке, или это никак не принципиально? Вот для этих вопросов никакого принципа нет. Понимаете, если по мужчине есть определённые ограничения, есть многие особенности в наших законах. Какие? Например, суррогатное материнство вещь такая, она чётко говорит о том, что мужу и женщине надо ставить в паре. И суррогатное материнство делается либо супружеской паре, либо женщине делается. А мужчина, вот как таковы, по нашим законам пока не может. Там отдельно, эта тема очень болезненная, большая. В России, в том числе, потери. А женщина может? А женщина не рукает. Даже при отсутствии мужа? Даже при отсутствии мужа, пожалуйста. При отсутствии официального мужа может обратиться женщина? Да, она уже в результате программы. И ЭКО, и даже по моему суррогатного материнства может. Надо же, как у нас законодательство продвинулось. У нас есть особенности законодательства. Поэтому дальше, если, как мы считаем, год-полтора, они задумались, что не беременеют. Дальше обследование. Обследование занимает, в принципе, от трёх до шести месяцев рекомендуемый медицинский цикл. Если женщина всё чётко, вовремя делает, полугода хватит, чтобы поставить причину бесплодия. Если не делать, что раз пришла, то сразу сказал, что нет. Три-шесть месяцев, глядяется, медицинский медицинский цикл. Можно занять до года. И дальше рекомендуется 9-12 месяцев лечения этого бесплодия. То есть надо настроиться на длинный период лечения. То есть классически женщина, прежде чем попасть к нам, когда поставлен диагноз бесплодия, она задумалась. Полугода до постановки диагноза бесплодия, выяснение причин какой, если нет в этот момент показаний чисто сразу для ЭКО, ВРТ и прочее, прочее, тогда ещё в течение 9-12 месяцев лечение. Ну, мы рекомендуем женщине, которым, скажем так, более старший в основной период, 35, 36, 38 лет, не затягивать лечение до года, определиться там 6-5 месяцами лечения. Если не получилось, тогда уже к нам. 38-летних и 40-летних тоже берут и лечат от бесплодия, даже если не было даже первого ребёнка? Конечно, без проблем. Возможно. Недавняя ситуация, у нас обратилась пара, никогда этого не задумывались, то ли ему не очень было нужно ребёнка, то ли ей не получается, не получается, не получается, не получается. Женщине 37 лет, ему 42. Они решили мужски обратиться. Ситуация была абсолютно банальнейшая, просто банальнейшая. Их обследовали, удивились, что он готов, она готова, всего-то нужно на всё. Взять катетер, взять его сперму, именуя вот эту цивиликальную слизь, ввести туда. Был естественный барьер просто, который не пускал эти клетки. И тут же с первой попытки наступил лабиринт, и всякие проблемы. На ваш взгляд, проблема бесплодия, она с годами как-то увеличивается? Проблема бесплодия с годами увеличивается, увеличивается сильно. С чем это можно связать? Ну, причин много. Я не говорю про экологию. Все сейчас любят говорить, что сразу экология. Это главная причина. Играет много психосоматический фактор. Он играет хотимый с этим здоровьем. Раннее начало половой жизни и, скажем так, смена половых партнёров часто. Аборты мы тоже не исключаем, хотя количество уменьшается. Мы их не исключаем. Ну и, скажем так, плоховатое соматическое здоровье. Причины какие? Ну, в 90-е годы с изменением, так, власти советской на российскую. Мы забыли, что такое нормальная диспансеризация, нормальный контроль за девочками и мальчиками. Ну, сейчас спасибо государству повернусь к этому снова лицом. Но мы упустили 15, 18, 20 лет. И получаем теперь нездоровое поколение, которое не может быть здоровым просто по умолчанию, потому что никто их здоровьем не занимался. Не занимался. Вот. Это причина. Ну и, соответственно, одна из причин очень часто является самолечение. Если раньше, например, мы хотим, не говорим, что сейчас у нас уменьшается венедельческие заболевания, количество, спит, растёт, а вензаболевания уменьшаются. Потому что от многих вензаболеваний сейчас пришёл в аптёку, тебе дали таблётку, пролечился, не пролечился. Часто бы это изогнал её в хроническое состояние, а пролечился, может, через полгода, год, когда лечился от ангины, там от чего-нибудь другого. Но последствия этого заболевания принесли большие и серьёзные. В этой сфере никакого самолечения? Никакой волшебной таблетки без рецептов в аптеке? По-моему, вообще самолечения не должно быть, если только от банальных. Ну, простым ножом зашмыган. Если температура поднялась за 38, то это уже не что-то, это уже нужно обратиться к врачу в любом случае. Здесь тоже самое. Николай Семеновский, главный врач областной клинической перинатального центра города Кирова. Мы сейчас говорим о том, кому показано ЭКО. Выясняем, что показано оказывается очень многим. Вот это, правда, удивительно. Нет, нет, это показано немногим. Нет, я имею в виду, я думала, что больше ограничений, честно вам скажу. Я думала, что с точки зрения законодательства, да, гораздо больше ограничений. Мы сейчас с вами поговорили, кто может обратиться, там, мужчины, женщины, семейные пары или одинокие, например, да. А теперь всё-таки, вот правильно, ещё раз вы подчёркиваете, что показано далеко не всем, но вот по каким конкретно показаниям, ну, то есть что является гарантией, что женщину и мужчину примут и станут им помогать? Значит, давайте из-за чего. Есть абсолютные показания КИКО. Противопоказания. Нет, не противопознаем. Показания чисто абсолютно веком. Отсутствие трупов. Ага. Всё, абсолютное показание. Каким мы не хотим, это... Следующий вариант. Не просто КИКО, к вспомогательным репродуктивным технологиям. Например, абсолютно нефертильная сперма у мужчины. Пожалуйста. Значит, нужно использовать донорскую сперму. Это не значит, что это будет проходить именно ребёнок в пробирке. Это будет искусственная инсеминация. Это тоже метод вспомогательных репродуктивных технологий. Часто вот за такой процедурой обращаются семейные пары? Обращаются, да, и она видна. Мы-то ведь как считаются сейчас, вообще рекомендуют. Если вроде бы всё хорошо не получается, не надо сразу пытаться делать именно экстракропоральное предварение. Делается в нормальном цикле или стимулированном цикле 3-4 попытки. Искусственная инсеминация. Либо спермы мужа, ну, или в каких-то условиях донорская сперма. Либо донорская. И мы получаем, в принципе, сейчас, те, которые абсолютно якобы бесплодные, ничего у них не будет, 10-15% из них уходят с беременностью на эту. Вот, пожалуйста, уже не нужно. Потому что любые процедуры, которые мы делаем ЭКО, они всё равно не безобидны. Ни для женского организма, никак. Потому что для того, чтобы получить стимулированном цикле, когда нужно получить, сделать суперовуляцию, то есть получить достаточно большое количество веков, мы женщины, я скажу опять грубое слово, меня поругают, стягаем гормонами. И это неоднозначно для женского организма. Ещё какие абсолютные показания? Значит, вот это чисто абсолютные показания. Вот эти конкретно. А дальше уже, соответственно, как сказал, отсутствие труб, непроходимость труб и такие причины. А дальше уже идут все относительные показания, при которых необходимо снижение авариального резерва, можно использовать донорские ациты. Например, ну, скажем так, отсутствие спермы мужа, опять же, даже донорская сперма, например. При противопоказании, например, женщины к вынашиванию беременности используется уже как раз суррогатное материнство. Достаточно много причин. Они в приказе этой жены все написаны, но это решает врач женской консультации. То есть он, по-моему, должен определиться, да, бесплодие, да, его причина, лечится, она не лечится, и имеет ли смысл её полечить. Да, имеет смысл полечить. Мы лечим определённое время, как сказал, в пределах года. И если эффекта нет, тогда уже туда. Николай Владимирович, скажите мне, а у одиноких женщин ещё раз и одиноких мужчин есть возможность обратиться и таким образом как-то получить ребёнок? У одиноких женщин проблем никаких нет, они могут обратиться за любыми вариантами. Хоть искусственная инсеминация спермы донора, хоть, скажем так, искусственная инсеминация спермы друга. Но это платная уже услуга? Это платная услуга, потому что здесь нет медицинских показаний. Но дело в том, что она и стоит, мягко скажем, не так дорого. Сколько она стоит? Ой, я вам сейчас на память не скажу, но у меня, по-моему, бумажка СБС, инсеминация есть. Так, 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 так. Искусственная инсеминация 3254 рубля. Всё? Спермы донора 9866 рубля. Это всё? Всё. Это пломба хорошая в зуб, да? О, пломба хорошая в дружество. Да. Мужчина имеет ли какой-то шанс? А мужчина шансов никаких не имеет. Никаких шансов одинокие мужчины не имеют. Ну, это уже спрогатная мать, да, наверное, мужчина. Нет, они не имеют. А мы только что узнали, что невозможно, да. Поэтому одинокие мужчины. Нет, как раз это проблема отдельная. Мужчина одинокий, как раз никаких шансов не имеет. Никаких шансов ни на что не имеет. Ему либо находить женщину, которая готова выносить родителям ребёнка, и дальше просто сказать, как ему отдать, ему отдать невозможно по нашим законам. Да. Мужчина должен создать ячейку семьи, общество, да. А женщине не обязательно. Какая интересная ситуация. Николай Ильич, вот всё-таки для меня очевидный вопрос. Скажите, а какая истинная потребность нашего региона сейчас в количестве ЭКО? И с учётом, ну вот, я думаю, вы можете прогнозировать, сколько нам потребуется таких процедур, ну, скажем, для всех нуждающихся в течение, через 10 лет. Вот. Значит, в настоящий момент мы сделали 450 циклов. Этот год мы планируем сделать при делах 600-650 циклов. Это потребность сейчас нашего региона? Значит, мы, в принципе, укладываем в текущую потребность. У нас очередь с прошлого года, на этот год перешла те, которые участвовали, всего около 40 человек. Они уже в этом году приняты и прошли. Ну, то есть, потребность около 600 в год? Она по показаниям. Возможно, она будет нарастать, ну, до 800. Если будем предотвращать другие регионы, может быть, до 1000. Ну, в принципе, текущая потребность. Если мы начнем правильно диагностировать бесплодие, его причины и правильно лечить, то тогда оно будет много проще, и вполне возможно, что будет потребность меньшей в этом. Вы знаете, как вот в любом, скажем, профиле в здравоохранении, когда начинаешь чем-то заниматься, и сначала кажется, ну, проблема не имеет такой масштаб. Но когда ты становишься профессионалом, и когда ты начинаешь, ну, скажем так, глубоко копать, оказывается, что масштабы гораздо больше, и потребность намного больше, чем ты изначально планировал. Это касается всего, и я думаю, что... Я спросил про 10 лет, понимаю, что Николай Ильич не ответит, но через 10 лет, возможно, когда появятся другие технологии, то показания будут гораздо шире. Возможно, но не настолько инвазивные, не столько радикальные. Может быть, всё это будет укладываться в рамках, скажем, вспомогательных, репродуктивных технологий, да, а не процедуры экстракрофт. Да-да-да, возможно, просто будем развиваться больше вспомогательных технологий, не как ЭКО, как таковое, но как раз и технологии ЭКО-то, может быть, они вырастут, вырастут по эффективности больше. Понимаете, вот мы сделали вот эти процедуры. Мы сказали, да, нам достаточно столько-то. Почему? Потому что мы делаем женщине бесплатно один раз в году. А, угу. Один раз в год. Ушло, извините, 250 женщин без результата. Кто-то вступил в КРИО-протокол, они получат в естественном цикле. Кто-то нет. Они снова идут к нам, снова попадают на следующий год. Переходят на следующий год. Переходящий период. Если она получила, ей по новой нужно всё проходить. Понимаете? Если кто-то встал в очередь, и очередь мы не успели сделать в этом году, они автоматом переходят на следующий год, и мы всё сделаем. А сколько? Если она получила процедуру... У нас остаётся полминуты. Я напоминаю, что это программа «Слушайте доктора». Здесь у нас в студии Николай Владимирович Семеновский, главный врач областного клинического перинатального центра. Мы говорили сегодня, уже завершаем говорить об ЭКО. Очень интересно, на самом деле. Мы вот тут заговорили... Напомним сейчас нашим слушателям, что мы заговорили о суррогатном материнстве. Я думаю, что в какое-то время мы встретимся, об этом тоже поговорим. Столько изменений. Вот я вообще не в курсе. Сейчас всех будем просвещать и оповещать. Я хочу сказать вам, Дмитрий Александрович, что у нас наконец-то засветилась табличка с вашим лицом на баннере с программой «Слушайте доктора» на сайте эхакирова.ру. И там в плашечке внизу написано «Задавайте вопросы». Я сейчас вот прямо проверяю, проверяю эту страничку. Уже поступают? Она есть. Нет, страничка сегодня заработала. Слушайте доктора. Мы там будем размещать все программы, которые у нас выходят. А выходят они, напоминаю, каждую пятницу в 2 часа дня и с повтором в субботу в 10 часов. Вы сможете прослушать еще раз внимательно. Мы назовем все там данные. Вот уже сказали. Областной клинический перинатальный центр. Что касается ЭКО. Вот лично доктор Семеновский нам сегодня рассказывал, что все доступно и возможно. Только главное слушайте доктора. И даже другим регионам при наличии направлений. Это отдельная тема. Я знаю, для вас горячее поговорим. Время программы подошло к концу. Большое спасибо, что вы приходите к нам. Следующая пятница, новая тема. Слушайте нас. Дмитрий Курдюмов, Николай Семеновский, Светлана Занько. Всем до свидания. Всего доброго. До свидания. Слушайте доктора.